МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, доктор? Шейно-воротниковое пространство в норме. Носик хороший. Одевайтесь. Замечательный у вас малыш, никаких патологий. Так что, значит, мальчик? Плод четыре с половиной сантиметра. Сейчас разглядеть очень сложно, мальчик или девочка. Ну ладно. Главное, чтобы глаза, как у меня, а нос, как у папы. А характер бабушки. Кстати, передавайте Елене Юрьевне привет. Они уже с Борисом Евгеньевичем вернулись из поездки? Нет, через три дня возвращаются. Жду не дождусь их. У нашей компании ведь скоро юбилей. Десять лет, представляете? Десять! Кажется, только вчера первый салон открывали, а сегодня их уже семь. Ну что ж, впереди радостные события. Поздравляю вас. И берегите себя, Елена. Спасибо, Валерий Анатольевич. Спасибо большое. Постараюсь. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Дорогие коллеги! Друзья! У нашей компании сегодня юбилей. Мы вместе с вами уже десять лет. Я вас поздравляю. Я хочу сказать, что без всех вас, вот без каждого, у нашей компании такого успеха бы не было. И от лица моей семьи я хотела бы вас поблагодарить за ваш труд, за вашу преданность делу. К сожалению, мои родители Борис и Елена Леснова не смогли вас сегодня лично поздравить, у них задержали рейс. Но они поздравят вас в субботу. В ресторане «Лотос» будет банкет. Да. Но это будет только в субботу. А сейчас прошу вас вернуться к работе и дальше продолжать трудиться на благо нашей компании. Все. Спасибо всем. Хорошего дня. Все. Пойдем. Леснова, где найти? Вадим Ильич, я с Наташей посмотрю документы. Понял. Я сейчас там разберусь. Да, спасибо. Наташа, давай я посмотрю. Инна Борисовна Леснова? Да. Чем могу помочь? Майор ГИБДД Новоселов. ГИБДД? У нас мебельный салон. Инна Борисовна, тут такое дело. На десятом километре Ленинградского шоссе произошла авария. Так. И при чем тут я? Ваши родители. Они были в одной из столкнувшихся машин. К сожалению, спасти их не удалось. Мне очень жаль. Нет. 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 Плохо? Мама. Воды. Воды. Дайте воды человеку. Господи, мама. Господи, мама. Спасибо. А почему ты не завтракаешь? Я не хочу. А пошли сегодня в театр. В Ахтанговском, премьера. Не хочу. Можем просто погулять. Погода отличная, тепло. Я не могу перестать думать о родителях. О нашем ребенке. Вы так долго его хотели. Инна, нам надо жить дальше. Как после этого дальше жить? Как? Научи меня. Для начала надо проститься с прошлым. Разбери вещи родителей. Я их привез еще два месяца назад. Они до сих пор пылятся в коробках. Б instagram. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тетя Оля, вы лучшая мамина подруга, были лучшей подругой, только вы можете знать, что это такое, и вы должны, нет, просто обязаны мне все объяснить. Для Леночки это был такой груз, она всю жизнь его в сердце носила. Теперь время правды. И что это за правда? Яна, твоя старшая сестра, по матери. А отец? Кто отец? Леночка очень молода была, увлеклась одним человеком. Он был женат, не хотел бросать свою семью. Когда Яна родилась, Лена записала ее на свою фамилию. Лена уехала тогда в Москву на заработки, а Яночку оставила своей тетке троюродной. В Москве она познакомилась с Борей, с твоим отцом. Она хотела ему все рассказать, но... Так почему не рассказала? Тете Оль, 35 лет прошло. Боря очень был строгим, принципиальным. Сначала она боялась, что не женится, когда узнает правду, а потом боялась, что разведется. И потом уже столько времени прошло, что не было никакого смысла рассказывать. Иночка, Лена всю жизнь помогала Яне. Она высылала деньги, она высылала вещи. Яна, она вообще хотя бы знает, что мама умерла. Я в этом не уверена. Яна поссорилась с матерью уже два года, как не общались. Вы знаете, где она живет? Ну, там же Васькова. Только я не скажу тебе улицу. Ну, там деревня маленькая, они же все друг друга знают. Так, значит, тетя Катя, голову три дня не мыть. Если будете накручиваться, ну, а вдруг захотите покудрявить, то только термин будет. Ой, мастерица-то, Янка, и руки у тебя золотые. На, это тебе к чаю. Ну, вы что, с ума что бы все посходили, а? Только худеть начнешь, а не шоколад тащили. Ой, да куда тебе худеть-то, не дури. Мужики они не собаки, на кости не бросаются. Угу. Собаки. Ну, все, пока, девочка. До свидания, бабка, тетя Катя. Ага. Ян, глянь. А, это и техника «Кантрас Абсолют» называется. Здорово, да? Угу. Ну, вот так научиться красить. Только кого-то в нашем Васьково будешь в этот Абсолют красить. Бабу Зину. Здравствуйте, а вы не подскажете, Яна Касьмина в этом доме живет? Да, да, в этом, вот в этом доме. Спасибо. Вот, нужно к Лене зайти. Она попросила, чтобы вы были в полидон. Все, тверо, вы тяжете, что так вытаскиваете? Если вам что надо принесет, вы мне скажете. Янечка, спасибо тебе большое. Давайте, открывайся. Ничего, ничего, открывай. А? Откройте дверь. А? Открывайте. Да все, тетя... Спасибо, Янечка. Да-да, я поставлю вот сюда просто. Ага. Спасибо, милая. Фух. Здравствуйте. Вот, а, я что еще на аптеке попросила? Молока. Здрасте. Инка, ты что ли? Откуда вы знаете, кто я? Ну, конечно. Ну, я не знаю. Насмотрелась? Ледненько, да? Ну, так на маму похоже. Просто поразительное сходство. Большое счастье походить на мать, которая тебя бросила. А ты чё приехала-то? Мама умерла. Погибла три месяца назад. Я просто так тосковала по ней, а потом знала, что у меня сестра есть. Вы. И приехала. Мама умерла. Мама умерла. Мама. Попробуй. Помянем, что ли, мать? Я за рулем. Бросила она меня? Ну, помогала, но бросила. А жалко все равно. А я всегда знала, что ты есть. Мать рассказывала, что у меня есть младшая сестра. Она поначалу все обещала забрать меня и ждала, ждала. Я помню, как-то она заходит, а я из порога. Маленькая еще была. Я говорю, я к сестре поеду в Москву знакомиться. Угу. Она просто отцу боялась рассказать. Ой, всю жизнь она боялась. Не надо мне эти песни петь. Я чепухи от матери наслушалась. Боялась, неудобно. Не любила она меня, вот и все. Тебя вот любила, а меня нет. Поэтому ты в столице, а я в дыре. Ну, вы сами могли в Москву поехать. Мама помогла бы вам устроиться. Не могла. У меня тетка заболела. Инсульт у ней. И что, десять лет я промаялась. Куда бы я ее оставила-то? Да и с матерью уже не общались. Последнее время она звонила, я трубку не брала. Мне очень жаль. А мне жалость твоя не нужна. Ищай давай назад свою Москву. Давайте вместе поедем. Чего? Чего я там забыл-то? Я понимаю, это, наверное, странно и неожиданно звучит. Просто после смерти родителей вы теперь мой единственный родной человек. И что, где я там жить буду? У нас просторный дом. Да на кой она нужна мне Москва твоя, господи? Нечего мне там делать теперь уже. Была, видала. Маленькая была, когда мать возила. Пока Борис Яковлевич в командировках был. Хотя, на прически бы я посмотрела, конечно. На какие прически? Мастер я, универсал. Паримайрской работаю. Ну, прекрасно. Да я вам экскурсию по лучшим салонам Москвы проведу. Сколько вам нужно времени, чтобы собраться? Десять минут. Хорошо. Только давай это, на «ты». Ну, ладно? Ага. Ух ты! Это ж целый дворец. И сколько такой стоит? Не важно. Держи. Пойдем? Я тебе потом все покажу. Пойдем. Офигеть! Я такое только в сериалах видела. Ну, спасибо за комплимент. Дизайн я сама делала. Ого! Просто вырви глаз. Ну, вот эта комната для гостей. Можешь пока тут пожить. Правда, если не нравится… Да ты что? Очень нравится. Да? Да. Ну, отлично. Тогда располагайся потихоньку, а я пойду ужином займусь. Спасибо. Класс! Ты же рыбу любишь? Я на скорую руку приготовила. На скорую? Ну, все не так сложно, если делать с любовью. Так мама всегда говорила. Ну, да. Тебе говорила. Что? Я говорю, это она тебе говорила. Мне нет. Извини. Присаживайся. Какое вино предпочитаешь? Я предпочитаю пиво. Скоро придет Вадим присоединиться к нам. Опа! Стакан больше бутылки. Это бельгийская из монастыря. Они еще шестнадцатого века в такие бутылки наливают. Ну, ладно. Если будет мало, я тебе еще открою. Ян, Ян! Ой, извини, привычка. Ничего цвета. Ну, давай за встречу. И за знакомство. Вот всегда проливаю, а? А ничего, папы? Молодцы. Вкусно. Угощайся, да. Он, кажется, проток. Нет. Это такой сыр. Надо привыкнуть. А зачем привыкать к тому, что невкусно? Добрый вечер. А вот и Вадим. Здрасте. Привет. Привет. Знакомься, это моя сестра Яна. Яна. Очень приятно. Фруктовые деревья мы сажать не стали. Толку от них мало, а ухаживать постоянно надо. Другое дело декоративные. Правда, подстригать приходится, но это, как говорится, в удовольствии. А у нас как раз наоборот. Может, с огорода кормимся? Опять же, дачники покупают. Я помню историю забавную. Один как-то повалился у нас клубнику воровать. Так тетка Катя гоняла его, я помню, лопатой по сего участка, пока он компостную яму у него гонял, а там же чистые. Извините. Как вам в столице, Яна? Понравилось? Так я ж не была нигде. Только приехали. Ну, посмотрю еще, если не прогоните. Живи сколько хочешь. Правда, Вадим? Спасибо. Да, да, конечно. Ладно, девушки, мне пора. Еще нужно с документами поработать. Ух ты, красивые какие, швейцарские. Угадала? Да, швейцарские, лимитированная серия. Вы и в часах разбираетесь? Да нет, я в рекламе видела. Даже не могла поверить, что часы могут таких денег стоить. Наверное, все наши деревья дешевле будет. Я пойду. Давай. Пока. Ну вот, как-то так. Слушай, Инка, а можно еще твоего пивка Монастырского? Такое вкусное. Пойдем. Дорогая, я не понял. А она что, теперь будет жить с нами? Ну да, я пригласила ее в гости. И ты приняла это решение одна, без меня? Вадим, Яна моя сестра. У нас не осталось ни родных, мы должны держаться вместе. Инна, но я не хочу жить в одном доме с этой, прости, вульгарной бабой. Да, она вульгарная. А еще она невоспитанная, только это не ее вина. В этом виновата наша мать. И мне, между прочим, стыдно. Я ведь все получила, воспитание, образование, бизнес, дом, все по праву дочери. А я на этих благ была лишена. И ты будешь бороться с этой несправедливостью? Именно, буду. Милый, тебе придется смириться с тем, что моя сестра живет с нами. По крайней мере, пока она не определится со своими планами. Думаю, что с планами она уже определилась. Ты в курсе, что как твоя сестра, она может отжать у тебя половину твоего наследства? Папа написал дарственную на меня. Никто не может претендовать на наш бизнес. Инна, при чем здесь бизнес? У нас есть еще дом, квартира, машина. Это, это не мало. Давай закончим этот разговор, пожалуйста. Ты просто ее не знаешь. А ты уверена, что ты знаешь? Доброе утро. Ого. Доброе утро. Привет. А это у вас всегда так или для меня показательное выступление? Я люблю, чтоб дома всегда было красиво, уютно. Разве это плохо? Да нет. Ого. А где Вадим? Сбежал от деревенской родни? Он на работе. А у нас сегодня с тобой другие планы. А что? Билеты на концерт классической музыки на сегодня. Это с оркестром, что ли? Угу. Подожди, подожди, подожди. Ты знаешь, я раньше в деревенской дискотеке-то и не была нигде. Не, одеть-то нечего. Может, ты сама пойдешь? Так, давай без паники. Концерт только вечером. У нас с тобой еще весь день для магазинов. Так что завтрак и собирайся. Магазин? Класс! Сыренький огонь, кстати. Как круто здесь, а? Я чуть шею не свернула, пока все разглядывала. Не пирожные котные. Возьмем домой немножко? Обязательно. Давай чокнемся. Я не хочу шампанское. Да. Тогда я твою, ладно? У нас с тобой сегодня очень большая программа, Моцарт, Бах. Все, ты готова? Почти. Давай. Покусники. Покусники. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Обожаю Баха. Особенно эту Арию. А в исполнении струнного квартета вообще звучит божественно. Тише, пожалуйста, мы на концерте. Ой, как-то многие устали. Не надо было мне перед началом шампанское пить. Меня от него всегда в сон клунят. Ты че? Да водитель наш все время станет черт знает где, потом ждешь его двадцать минут. О! Алло, Миш, ну ты где? Ну почему мы должны тебя ждать? Вот мы стоим возле входа. Давай скорее. Во дворе каком-то спрятался. А зачем? Чтоб за парковку не платить. Тут час двести рублей стоит. Сколько? Ну что ты хочешь? Центр Москвы. Офигеть вообще. Ну а вон Миша наш. Давай садись скорее. Мы чуть не околели, пока тебя ждали, Шумахер. Простите. Ну что, пожила культурной жизнью. Прости меня, пожалуйста, Ян. За что? Ну что на концерт тебя потащила. Заставила эту музыку слушать. Что мерзнуть тебе пришлось. Ты что? Перестань. Ты что? Это же самый лучший вечер в моей жизни. Для меня так почти никто никогда не старался. Ну а тетка? А, че тетка? Ну, она жаботилась, конечно, но не любила. Так, накормит, напоит. А как померла, так я два года одна живу. Ну как та одна? А друзья, подруги, мужчина? Этого добра пал на коровочка. Ну так все не серьезно. Повстречались, разбежались. Почему? Ты такая яркая, живая. Мужчинам должны нравиться такие девушки. Да я-то им нравлюсь. Это они, мне нет. Был двенадцать лет назад один. Ох, как я его любила. Дышать не могла. Он к моей подруге ушел. Вот сволочь. Я думала, руки на себя наложу. Я, наверное, вообще любви не достойна. Раз меня даже родная мать бросила. Пожалуйста. Я тебя очень прошу, не надо так говорить. Я уверена, у тебя все будет хорошо. И ты обязательно еще встретишь… Кого? Того. Единственного. Смешная у меня сестра. Я точно помню, где я ставил свои часы. Их там нет. Кто это еще мог сделать? Только она. Вадим, успокойся, пожалуйста. Мы их найдем. И вообще, знаешь, это как-то очень глупо воровать в доме, где живешь только ты и хозяева. Я не заметил, чтобы твоя Яна блистала умом. Пожалуйста. Она моя сестра. И она не такая. Да ты помнишь, как она в них вцепилась? Это что, Швейцария? Да они дороже всей нашей деревни. Тише, пожалуйста. Что ты мне прикажешь? Вещи ее обыскать? Хочешь, я могу спросить у нее. Не нужно. Вещи я сама покажу. Заодно и упакую. Если господа считают меня воровкой, делать в их доме мне больше нечего. Яна. 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 Ну, подожди. Это какое-то недоразумение. Ну, пожалуйста, не уезжай. Яна. Яна. Яна, часы нашлись. Конечно, нашлись. Я же их не брала. Ну, прости. Ну, прости, пожалуйста, и меня, и Вадима. Ну, мы ж тебя не знаем совсем. Я думала, что ты меня знаешь. Ты же говорила, мы семья. Забыла? Я ошиблась. Пусти. Яна. И тебе, наверное, и нужна была только потому, что на мать похожа. Яна, это не так. Пожалуйста. Ну, правда. Ты же мне теперь самый родной в мире человек. После смерти родителей я опять жить начала, только когда ты появилась. Если ты сейчас уйдешь, я никогда себе этого не прощу. Правда. Ну, ладно. Спасибо тебе, спасибо, моя хорошая. У нас с тобой еще столько всего впереди, вот увидишь. Ты же говорила, ты мастер-универсал. Красишь, стрижешь. Да. У моей подруги есть свой салон в Москве. Хочешь, я позвоню, насчет тебя, договорюсь. Она меня возьмет? Ну, а почему нет? Не знаю. Позвони. Ого, машина. Здрасте. Яна, расскажите, какое у вас образование, опыт, работы? Так я курсы закончила или двенадцать назад, с тех пор вот работаю, аж у опыта. Вот. Техники окрашивания какие знаете? Так все и знаю. Вот так больше в теории. Давайте с вами поступим следующим образом. Вы неделю-другую посмотрите, как и рассоленные работают, а потом уже начнете трудиться самостоятельно. Подождите, так что, я две недели без дела болтаться, что ли буду? Вы бы мне клиентку дали и посмотрели бы. Если я увижу, что вы готовы начинать раньше, значит, начнете раньше. Ладно. Ладно, скажите, а вот у меня у нас было… Можно там сбитки… Знаете, мы на этот нет, потому что… А вот посмотрите, вот на этот, возможно… Как вы? Ты не представляешь, как я рад, что ты снова вернулась на работу. Пойдемте. Да, пора возвращаться к жизни, как ты и говорил. Вадим, поставщики просрочили отгрузку, а претензия так и не готова. Я решал другие задачи и… К тому же не в моей компетенции разбираться с отделом закупок. Инна, ты не работала три месяца, и я не мог справиться со всеми делами один. Вадим, займись, пожалуйста, этими вопросами. Это очень срочно. Хорошо. Я все сделаю. Спасибо. Девочки, у нас окно три часа. У меня встреча в городе, и вы можете пойти пообедать. Яна, вы идете? Да не, я не голодная. Давайте, может, я здесь останусь? Присмотрю. Может, позвонит кто? Ну, хорошо. Вот это мой личный номер, если кто-нибудь придет, сразу же звоните мне. Ага. Ну, и сама встать. Добрый день. Здравствуйте. Я без записи, но мне нужна стрижка и окраска. Это возможно? Да. Я хочу что-нибудь неожиданное и оригинальное. Ну, вообще, тогда по адресу. Проходите. Инна Борисовна, подпишите документы. Скажи, пожалуйста, а что у нас с открытием магазина детской мебели? Все нормально. Штат полностью укомплектован. То есть, в пятницу можем открывать? Да. Тогда знаешь что? На субботу закажи фуршет человек на сорок. Нужно поблагодарить партнеров и коллектив за качественную работу. Кейтеринг прямо в магазин заказывать? Нет, зачем же? Есть много прекрасных ресторанов. Лотос, например. Отпраздновать юбилей компании мы там не смогли из-за трагедии. Надеюсь, открытие магазина отметить нам ничто не помешает. Хорошо. Спасибо. Господи. Господи. Девушка, вы больная, что ли? Кто вас просил это делать? Вы что, не понимаете? То в журналах, а это в жизни. Что случилось? Вы здесь старшая? Да. Я за это платить не буду. За работу мастера платить не нужно. Также мы вам предлагаем пройти восстановление волос и выберите окрашивание и стрижку по вашему желанию. У нее? Нет уж. У другого мастера, разумеется. Я сейчас дам вам сертификат. Ян, очень жаль, конечно, но зачем ты самовольно взяла клиентку? И потом, знаешь, розовые волосы — это как-то слишком. Нина, ты понимаешь, это не слишком. Это модно. Меня клиентка попросила модно, и я сделала модно. А выгнали они меня просто из принципа. Нет, они тебя уволили, потому что ты не выполнила указание хозяйки. Да и бог с ними. Вечно все мой характер поперек. Всегда так было. Вот поиметь свой салончик. Такой маленький хотя бы, но сам себе хозяин. Ну, а что, это хорошая мысль? Давай подумаем об этом. Правда? Ну, конечно. Ты же моя сестра. Класс. Ну, что ты молчишь, Вадим? Инна, у нас нет свободных денег. Ну, это же не какая-то огромная сумма. Я прикинула, аренда помещения и оборудования на два рабочих места — это миллиона три. Сейчас не та ситуация, поверь. За последние три месяца продажи просели на двадцать процентов. Нам надо закрывать кредит за новые торговые площади. Пожалуйста, давай дадим ей деньги, но тогда нужно думать, как сокращать рекламную кампанию нового магазина. Я понимаю, генеральный директор ты, решать тебе, но свое мнение я высказал. Жаль. Яна очень расстроится. Она так давно мечтала о салоне. Она расстроится, что не получилось развести тебя на деньги. Она крут emerền спектра. Это Serbia. Я bruansa. Сейчас она умигла сохраняется. Бoug Π, россий. В бỹ Essel. Я прощусь��. Илья. Вы未ил пришли на bilang. Вы начнете Qurч peacefully. Как. Прошли на матери. – Привет, Шумахер! – Добрый день, у меня посылка для Елены Борисовны от Вадима Александровича. Так нет никого, на работу уехали. Я знаю, просто передайте ей и все. Давай. Мясо! Ой, ой, ой! Хотела приготовить для Елены обед. И вот. Ну, в принципе, это дело можно поправить. Да? Овощи есть? Есть. Давай. Ого, так. Ну, что там? Вот. Отлично, готово. Сейчас мяска туда подбросим, протушим еще чуток, и будет супер. Вот увидишь. Ну, а по-хорошему, сюда нужен еще кисло-сладкий суш. И вот тогда точно пальчики оближешь. Тебе бы в повара пойти, а не в водители. Чай будешь? Да. Чёрный, если можно. Можно. Огорий Петрович, ты жил как-то сорок лет без челки? Ну, ты живи дальше. Угу. О, привет. Здрасте. Привет. Здравствуйте. Инна Борисовна, я привез вам посылку от Вадима Александровича. А, спасибо. Ну, мне пора. До свидания. Счастливо, Миша. Пока, шумахер. Чё там, чё там, чё там? Та-дам-там-там-там-там. Обалдеть. Красотища какая. А к лицу тебе как? Это эксклюзивное. Мы из Миланы заказывали. Дорогущее? Ну, около трех тысяч евро. Оно того стоит. Обалдеть. Кстати, завтра есть повод его надеть. У нас праздник по поводу открытия нового магазина. Я хочу, чтоб ты там тоже была. Не-не-не-не-не. Нет. Почему? Ты же сестра моя. Да нет. Слушай, Инна, а я хотела тебя про салон спросить. Ты говорила, что подумала. Что подумала? Подумала? Да, Ян, я подумала. У нас сейчас нет свободных денег. Извини. Как? Совсем-совсем? Ну, да. У нас открытие нового магазина. Мы в кредит влезли. Там, расходы на рекламу. Как только ситуация изменится, я тебе обязательно скажу. Ладно? Ну, ладно. Ну, ты чего, обиделась? Да и нет. О чем мне обижаться-то? Слушай, пойду я погуляю. Надоело мне. Ну, куда ты пойдешь? Ну, а чего я, как собачка-то здесь? Может, у меня личная жизнь? Вообще. Спасибо. Вау! 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 Отпусти! Отпусти! Я еще выпью. Да, извините. Да нормально. Сиди, сиди. Вау! 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 Слышь, ты чё трясёшься, как паралитик-то, а ты чё такая хмурая, на броне и фресуха, а? Хочешь пояселиться? Как ты, что ли? Так что, нет? Коль, дай, пожалуйста, так, а два, три. Тебя как зовут? По имени. Держи. Ну, для начала, я думаю, половинки хватит. Чего? Это чё такое-то? Это, это эликсир веселья, девочка моя. Давай! А я кони-то не двину. Не двинешь! Пей! Полетели! Оп-оп-оп-оп-оп! Есть! Давай-давай-давай! У-у-у! 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 Слушай, а это надолго? Если бы! Но на пару часов конкретно! Понравилось? Да! Да! Вот тебе подарочек. У-у-у! 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 Класс! У-у-у! У-у-у! Красива! А что я свалив... Пойдем скорей. Здравствуйте. – Здравствуйте. – Добрый вечер. Здравствуйте. – Ой, мужчина, это вот что? – Виски. – Можно? – Конечно. Спасибо. Просто нужно работать с более профессиональными дизайнерами. Кстати, Инночка, я хотела вас спросить, в следующем месяце будете ли вы на выставке в Шанхае? Здравствуйте. Да-да, конечно, китайская мебель сейчас очень актуальна. Да-да, итальянский дизайн, а цена в два раза дешевле. А, вы про китайскую мебель? Да. Слушайте, у нас директриса купила в Парикмахерской два китайских кресла. Вы не поверите, они через месяц развалились. Да что это? А, да? Какая парикмахерская, милочка? А, так у нас, Васькова. Ян, шампанского принеси мне, пожалуйста. Кстати, Константин, по поводу китайской мебели вы не правы. Вот если посмотреть на новую, новую, то, что сейчас в коллекции… Да, здравствуйте. 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 Да, здравствуйте. Им это кажется нормально. Ну, подумайте, мы с вами еще раз об этом поговорим. Ну, Тя, вы просили шампанское? Спасибо. Нет, не пей. Ты же не пьешь. Ян, ну хватит уже. Ну ты же не пьешь. А, да, кстати, насчет китайской мебели. Вы неправы. Видите ли, китайская мебель на самом деле… Ну, хватит. Я не могу так больше. Нужно что-то решать. Успокойся. Успокойся, я сказал. Ну что, успокойся. Ребята! Ну, народ, вы что такие кислые, а? Давайте, веселимся! Веселимся! Ну, правда, блин. Ой, какие туфли у меня неудобные. Ой, ну вы все такие заяцы, ребята. Ольга Юрьевна, даже вы заяц. Ну, правда. Хотя вам это платье не идет. Марин, ну скажи, мы говорили ей, что ей это платье не идет. Костян, и тебя я тоже люблю. Хотя ты нам, собака, уже полгода за диван и не платишь. Илочка. Муж, моя главная любовь. Обожую тебя. А вот ты меня, собака, почему не любишь, а? Не, ну правда, ну что за мной не так, а? Скажи нам всем, почему ты детей не хочешь, а? Я не хочу, я не хочу. Ну, почему ты не хочешь детей? Ведь у каждой нормальной женщины должен быть ребенок. У меня нету. Теперь нету. Ой, как я устала. Да, ты устала. Поехали. До завтра. Как самочувствие? Вадим, прости меня, пожалуйста, за вчерашнее. Мне очень стыдно за эту сцену. Да ничего страшного. Хотя мне пришлось извиняться все утро. Спасибо. Нам надо поговорить. А? Хорошо. Давай поговорим. О чем? О нас. То, что я вчера сказала, это ведь правда. Мне кажется, мы очень сильно изменились в последнее время. Я уже давно не чувствую, что у нас семья. Инна, конечно, у нас семья. Просто ты очень устала. Может, съездим в отпуск, сменишь обстановку? Я не думаю, что отпуск нам поможет. А, хорошо. Давай сходим к психологу. Или… О, собаку заведем. Ты просто скажи, чего ты хочешь. Я хочу развестись. Как? Инна, как развестись? Инна, ты что? Как развестись? Я же люблю тебя. Я… Я готов сделать все, чтобы ты была счастлива. Что? Не знаю, может быть, я правда слишком тороплюсь. Ну, конечно, торопишься. Тебе просто надо отвлечься. Ну, правда. Раньше ты любила ходить в театр, на выставки, в кино. Возьми Яну и устройте себе культурную программу. Мы уже были с ней на концерте. Ну, вот отлично. Она там уснула. А, понятно. А тогда и остается в кино. Актеры молодцы, конечно. А режиссура какая, скажи? Не знаю. По мне так муть какая-то. Ну, я думала, будет хуже. Хоть не усну я. Гружая что-то. Ну, чего? Со временем привыкнешь. Инна, слушай. Я хочу тебе что-то сказать. Прости, я вчера… Так. Вчера было вчера. Я туда возвращаться не хочу. Да я не про это. Если ты будешь продолжать, я обижусь. Пожалуйста. Ну, не надо. Ну, ладно. Вон, Мишка ждет. Пойдем. – Миш! – Да? Тебе какое кино нравится? – Хорошее. – Ну, я серьезно. Я серьезно. Там, где нормальные герои играют. А то показывают то про монстров, то про чудовища. А я тоже про монстров не люблю. Потом спишь, плохой. – Вот. – Ой, ладно, кинокритики. Поехали домой. Есть хочется. – Осталось. – Привет. – Привет. – Ну, как кино? Понравилось? – Здрасьте. – Ну, так. – А ты что-то рано сегодня? Да. Вот решил устроить вам небольшой сюрприз. Ужин на свежем воздухе. – Ничего себе. – Класс. Ой, а можно только туфли переодеть, а то так натерли. – Конечно. – Да, мы быстро. – Хорошо. Так, этот уже готов. Помню, как я здесь в первый раз шашлык жарил. Все мясо спалил. Думал, что тесть меня из дома выгонит. Не выгнал? Папа, между прочим, хотел. Это я тебя отстояла. Спасибо. Любовь моя. Так. Ой, а я так лук люблю. Пробуй. Что-то я так устала сегодня. Не обидитесь, я спать пойду. Дорогая Инна, а давай сегодня здесь в гостевом доме заночуем. Помнишь, как мы там жили, когда только поженились? Пока мамы с папой не съехали. – М? Пойдем? – Пойдем. Ой, вкусняшка. Как мясо? Вот. Ешь. Я скоро вернусь. Ах-ви-п deceased. Уй-пай. 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 Нина, Нина, просыпайся, ты себе спал как-то такое. Нина, пожар, Нина, сгорим! Просыпайся же ты, Нина! Нина, посыпайся! Нина, посыпайся, давай, 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 давай! Нина, посыпайся! А где ты был? А, что? Я говорю, где был ты, когда я твою жену из огня вытаскивала? Позвонили часа в два ночи, сказали, что от поставщика пришла партия товара с браком. Чего? Мы вообще-то мебелью торгуем. Партия кухонных столов, если тебе так интересно. А чего бы и нет? Это вы родственники Леснова? Да, я ее муж. Ну, ваша жена легко отделалась. Небольшие ожоги, наглоталась дыма, ну и испугалась немного. Когда ее можно будет увидеть? Завтра. Сегодня ей необходим покой. Спасибо, доктор. Ну, это ведь вы помогли пострадавшей выбраться из огня. Еще чуть-чуть и отравление угарным газом было бы необратимо. Ну, до больницы ее бы не довезли. Я потом все тебе расскажу. Викуль, я не могу сейчас говорить. Я перезвоню. Целую. Поехали. Ну, что встала? Поехали. Езжай, я сама поеду. Ну, как хочешь. А, девушка, девушка, а где тут можно кровь сдать мне срочно? Вам донорскую или на анализы? Да, на анализы. Тогда второй этаж, двести пятый кабинет. Ну, если цито, то это платно. А цито — это что? Цито значит срочно. Да, мне цито. Мне цито. Девушка, а можно вас спросить про снотворное? Во-первых, здравствуйте. Здрасьте. Если вам нужно снотворное, то аптека на соседней улице, выйдите из корпуса и направо. Нет, 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 нет. Я хотела спросить, можно ли его определить в крови? Ну, можно, если препарат еще не вывелся из организма. А быстро он выводится? Все лекарственные препараты метаболизируются в организме и выводятся с разной скоростью. Можете взять анализ на снотворное? Могу. Можно сделать анализ на наличие мелатонина в крови. Да, давайте. Это очень срочно. Не спится? Как я могу спать, когда у меня жена чуть заживо не сгорела? А ты снотворное выпей. У нас нет в доме снотворного. Не повезло, значит? Я сейчас переоденусь и к Инке назад. Ты со мной? Нет, у меня очень важная встреча. Ага. Я после обеда заеду. Умыться не забудь. Я разберусь. Слава Богу. Ты чего? Я так испугалась за тебя. Мне врачи сказали, что ты просто жизнь мне спасла. А ты еще не помнишь? Все как в тумане было. Инна, я хочу тебе что-то сказать. Это про Вадима. Что именно? Ты только послушай меня до конца, ладно? Я понимаю, в это трудно поверить. Я думаю, что пожар устроил он. Ян. Господи, ну что ты такое говоришь? Ты в своем уме? Ну послушай, ну никогда меня не вырубала с бокала шампанского. Ну никогда! А ты? Ты вообще чай пила. Чего тебя разморила-то на ровном месте, а? Может быть, я просто еще в себя не пришла после ресторана. Правда? Ты знаешь, что я была в лаборатории и сдала кровь? И знаешь, что там нашли? Снотворное, которое выводится за семь часов. И что? Ничего. Если у тебя сейчас возьмут этот анализ, там уже ничего не найдут. Он подготовился. Да при чем здесь Вадим? Хорошо. На вечеринке в ресторане я слышала, как он разговаривает с какой-то девкой. Они ругались. Она говорила ему, что нужно что-то решать. Такая высокая, такие волосы рыжие, как у ведьмы. Зеленое платье короткое, вот такое. Как ее звали-то? Вика, что ли? Да, Вика. Мы сегодня когда из больницы выходили, он с ней разговаривал по телефону. Я слышала, как он с ней разговаривал. И прости, конечно, вообще не по-деловому. Бразильский сериал какой-то. Да, и этот бразильский сериал — наша жизнь. Показать тебе результаты анализов? Показать, а не меня с собой. Ян, это очень серьезное обвинение. Я… Я не знаю, мне надо подумать. Ну, ладно. Слушай, я тогда пойду, пока в кафе переброшу что-нибудь, ладно? Эн, тебе привезти что-нибудь? Нет. Ладно. Ты только не волнуйся, ага? Привет. Привет. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Вроде бы… Спасибо. Я не хотел тебя расстраивать, но… Но считай, что ты имеешь право знать. А знать о чем? Вчера ночью позвонили со склада и сказали, что из Брянска пришел брак. Я не стал тебя будить и поехал разбираться. Пока актировали не кондицию, а ее там было процентов двадцать. Приехал начальник нашей службы безопасности и показал мне вот это. Ага. После этого бокала ты сразу опьянела и… Ну, дальше ты знаешь все сама. Не может быть. Я думаю, что и пожар устроила она. Подсыпала тебе снотворное в чай и… и устроила короткое замыкание. Зачем? Зачем? Инна — наследство. Она твоя сестра. Но она же меня спасла. Но, вероятно, в последний момент она банально испугалась. Я не удивлюсь, если она скажет, что поджог устроил я. На кого-то же и надо свою вину свалить. Но у нас там было трое. Она мне сказала, что слышала, как ты с Викой о чем-то спорили на вечеринке. И сегодня она звонила тебе, когда… Инна, конечно, мне Вика звонила. Я поручил ей связаться с Брянском и сообщить этим идиотам, что если подобная ситуация повторится снова, мы откажемся от их продукции. Вот она и позвонила, сказала, что все сделала и вопрос по рекламации закрыт. Вадим… Она же моя сестра… Все хорошо, милая. Все будет хорошо. Я рядом. Мы вместе. Осторожно, не обожгись. Поговорить надо. Говори. А ты мне сразу не понравилась, сестра. Прикинь, это взаимно. Заткнись и слушай меня внимательно. Инна все про тебя знает. Так что пакуй свой чемоданчик, мастер. И вали туда, откуда приехала. Еще посмотрим, кому чемодан паковать. Ну вот, сейчас эту баночку прокапаем и станете как новенькая. Ты подумала? Уходи, я не хочу тебя видеть. Инна, он верет, не верь ему. Он показал мне запись из ресторана. Ты подсыпала мне что-то в бокал. Да, я подсыпала. Прости, это было очень-очень глупо. Я хотела пошутить. И не специально, но я тебя не пожигала, правда. Я не верю ни одному твоему слову. Я вообще жалею, что когда-то к тебе приехала, что познакомилась с тобой. Ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну позивни. Все, 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 хватит. Я не буду заявлять на тебя в полицию. Считай, что так я отдала долг за нашу мать. Я очень устала, приводите, пожалуйста, мою гостью. Сама уйду. Пойдем. Пойдем. Доброе утро. Прости. Че забыла? Разговор есть. Ну давай, садись. Дело есть важное. Знаю я про твои дела. Когда хозяйку из больницы забирали, слышал их разговор с мужем. А я смотрю, он время-то зря не теряет. Дует в уши моей сестре. Послушай, Инна Борисовна очень хороший человек. А ты? Я нормальный. Ага. Ну тогда, может, послушаешь нормальный? Может, и услышит чего? Ну давай, излагай. Я думаю, что Вадим пытался убить Инну. А еще у него есть любовница эта ваша, Вика. Знаешь такую? Послушай, мне это не интересно. Я водила. У меня другие обязанности. А вот ты… Да. Да, я стерва, которая пыталась сжечь свою сестру. Только знаешь, есть один вопрос. А че это я тебе тогда все это рассказываю? Да чтобы использовать меня. Против Вадима Александровича Ирины Борисовны. Что же вы за люди-то такие, а? Это мой телефон. Живо в гостинице «Соната». Может, передумаешь? И не загорелась. Или, чтобы двойцы отрицать. И не загорелась. И в bondsах войны? И не загорелась. И не загорелась. Ну, что, дорогие друзья, похоже, в Москву таки приходит весна. С завтрашнего дня синоптики обещают потепление. Ну, а для поддержания хорошего настроения для вас звучит песня. Вадим Александрович, мне, по крайней мере, она очень нравится. Ну, вы так и не сказали, куда едем? В гостиницу «Бристоль». «Бристоль». А что там, хороший ресторан? Что? Ну, в «Бристоле». Вы туда часто мотаетесь, я думал, там ресторан хороший. Да, ресторан хороший. А, почему ты спрашиваешь? Да вот, девушку хочу пригласить. Подвискиваю хорошее место. А, нет. В «Бристоле» это слишком дорого. На «Патриарших» полно симпатичных мест. Вкусно и цены демократичные. Спасибо. Понял, Вадим Александрович. Субтитры подогнал «Симон» 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 Не думай об этом. Я сделаю так, чтобы мы были вместе. Я обещаю. А ты помнишь, что у меня завтра день рождения? Ну, как я мог забыть? И мы приведем его вместе? Конечно. Я снял номер в загородном отеле. Спа, бассейн, массаж. Все, как ты любишь. Утром уедем, а поздно вечером вернемся. А кровать? Кровать будет большая? Очень большая. О, вот это девочка. Вот ее б я отлюбил. Любилка не отвалится? А ты че такая дерзкая? Да я пройти сказала. Да че ты дрешься, Костян? Пустите, спасите меня, я сказал! Давай, ее в подвал! Идем Егоры же не забирают! Пошел! Сбьется! Тянется зря! А-а-а! Помогите! Тихо! Пойдем! Пойдем! Я так испугалась. Подвал этот. И ты один. У меня богатый опыт. Спортсмен, что ли? ВДВ. Тогда понятно. Спасибо тебе. Правда. Ну прощайся, если что. Вообще-то ты была права. Ты про что? Я проследил за Вадимом Александровичем. Он встречается с Викой. Я же говорила. Гостиница в Бристоль. Чуть ли не каждый день туда мотается в течение трех месяцев. Что и требовалось доказать. Подожди. Я знаю только то, что у него есть любовница. А ты-то опоила, Инну Борисовну. У вас один-один с ним. Читай. После пожара я пошла в лабораторию и сдала кровь. Вот это вот, это по-ехнему снотворное. Я так думаю, что Вадим подсыпал его мне и Инне. А потом он устроил поджог и свалил на работу. Я думаю, как-то так было. Так, он не хочет разводиться, чтобы не остаться без денег. Все эти салоны, они сейчас после смерти родителя оформлены на Инну Борисовну. Вот гнида, а. Да. Так надо ее предупредить. А как это сделать? Она меня видеть не хочет. Ну, она меня тоже слушать не станет. Нужны какие-то факты. Фото, видео, аудио, что-то вроде этого. Надо проследить за ним. Проследишь? Ну, я попробую. А вдруг он меня срешует. Бизнесмен срисует ВДВ? Смешно. Ну, да, да, точно. Войска дяди Васи. Ну, мне пора. Миш. Спасибо тебе еще раз. У меня, кроме Инны, здесь никого больше нет. Теперь вот ты. Давай, наверное, таких еще штук пятнадцать закажи. Хорошо? Объем и продаж за последний месяц. А, спасибо. Скажи, а Вика где? Мне нужен отчет по брянской фабрике. Она взяла день за свой счет. У нее сегодня день рождения. Угу. Надо не забыть ее поздравить. Дорогая, мне нужно отъехать. Куда? Встреча с возможным поставщиком. Еще один поставщик? А они уже свои предложения присылали, каталог продукции. Нет, это мой школьный друг. Вот, организовал недавно фирму. Ну, хорошо. К ужину вернешься? Приготовлю что-нибудь. Нет, вечером я в спортзал, так что ты меня не жди. Мишу оставлю тебе, а сам возьму такси. Решите. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы договорили, что ты заедешь за мной в девять. Сейчас одиннадцать. Я снова на втором месте. Вик, я исправлюсь. Поехали, машина ждёт. Куда поехали? За город на три часа. Вик, прости, я разруливал ситуацию на работе. С днём рождения. Вот не могу на тебя долго злиться, а ты этим пользуешься. Я не пользуюсь. Я тебя люблю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот смотри, я тебе сейчас ещё видео скину. Вот кобелина удавила бы. Кто с Инной Борисовной говорить-то будет? Давай ты. Я? Нет, это ваши семейные дела. Лучше сама с ней поговори. Ладно, я. А где и когда? Ну, с этим делом тянуть нельзя. Я тебе позвоню, когда Инна Борисовна будет уезжать из офиса. Да, хорошо. Спасибо тебе, Миша. Вообще за то, что вписался во всё это. Я, по сути-то, тебе вообще чужой человек. Мог бы послать меня уже давно. Да нет, не мог. Инну Борисовну жалко. Да. Знаешь что? Что? Хороший ты мужик, Миша. Да нет, я обычный. Просто... Обычный мимо бы прошел. А ты вот так взял и впрятался. С гопотой этой. Так, из-за бабы какой-то. Да ладно, это случайно получилось. Я просто вижу, когда Слава побежает. Я всегда заступаюсь. Спасибо. 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 Привет, сестра. Я же ясно сказала, что я не хочу тебя видеть. Ну не хочешь и не смотри. Я здесь не за этим. Гляди. Что это? Это доказательство. Это можно подделать. Угу. Ясно. Посмотри, я отправила тебе видео. Или его я тоже подделала. Посмотри. Вадим. Здравствуй, дорогой. У нас что, сегодня праздник? А разве нужен повод, чтобы просто поужинать с мужем? Как твоя тренировка? Спасибо, хорошо. Устал, правда? Ну что, пойдем? Ух ты. И это ты называешь просто поужинать? Присаживайся. Ты еще не видел основное блюдо? Угу. 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 Анна! Э… Э… Это недоразумение. Я все тебе объясню. Не надо мне врать. У меня есть видео. Неприятно осознавать, что ты женился на мне из-за денег. Но ничего, к счастью, папа настоял на брачном договоре. Так что после развода ты останешься ни с чем. Дорогая, это была ошибка. Всего одна ошибка. Прости меня. Я все исправлю. Пожалуйста, не разрушай наш брак. Наш брак. Наш брак. У тебя брак с моими деньгами. Костюмчики, часики, фитнес. Все тебе дороже, чем я. А тебе нравится унижать меня деньгами? А тебе нравилось унижать меня изменой? Что ты вообще в ней нашел? Она же не в твоем вкусе. Что я в ней нашел? Все. Любовь, страсть, свободу, нежность. С ней я почувствовал себя мужчиной. От секса с тобой меня просто отошнит. Сто пудово она ему скандал устроила. И на Вадим? Она же не верит, что он хотел ее убить. Если честно, я тоже не верю. Ну подумай сама. Ну как так можно взять и убить жену? Хотя бы подготовился. А он и подготовился. Снотворный купил, поджог устроил. Инка, она не из тех людей, которые будут так на людях истерики устраивать. Но думаю дома она, там он может с ней сделать все, что хочет. Ты себя накручиваешь. А если нет? А вдруг я права? Ну ладно, вставай, одевайся, поехали. Я же говорила, ты лучший. Точно? Да. Сиди. Спокойно, дорогая. Сиди. Спокойно, дорогая. И почему ты не сдохла там, в гостевом доме? Я же так все идеально продумал. Уснула бы и угорела. Спокойная, тихая и безболезненная смерть. Нет. Эта деревенская дура взяла и все испортила. Эта дура тебя от тюрьмы спасла. Чушь, тюрьма. Тюрьма — это моя однушка в Ивантеевке. Вот это тюрьма. Но я туда не вернусь. О, кто-то в гости пришел. А мы гостей не ждем. И что же мне с тобой делать-то? Странно все это говорит. Значит, они дома? Там есть вход на террасу. Он всегда открыт. Нужно только через забор перелезть. А если они помирились, у них там романтика. А мы-то со своими фантазиями. Мишенька, ну пожалуйста. Если что, я все возьму на себя. Все. Хорошо. Подожди. Сначала меня подсади. Ты что, с ума сошла? Стой там. Нет уж. Мы вдвоем пришли, вдвоем и пойдем. В конце концов, это моя сестра. Железный аргумент. Давай. Пойдем. Пойдем. Ну, мы поступим проще. Получила фотографии и повесилась. 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 Получила фотография и повесилась. Получила фотографии 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 и повесилась. Ну, что? Ты опять меня спасла. Во второй раз. Это он Мишка ему врезал. Прости меня, я так разозлилась на тебя тогда. Да и правильно разозлилась. А я с дурой тебе этих таблеток подсунула. Так я рассердилась за этого салона. Думаю, вот зараза, а! Родной сестре денег пожалела, а платье какое-то три тысячи евро. Это Вадим настоял, он всегда нашим семейным бюджетом распоряжался. Да ладно, ты не оправдывайся. Какое мое дело? Дура я, дура. Но травить я тебя не хотела, Инна, слышишь? Честно, ты веришь мне? Не хотела, честно, я думала так, просто… Опозорить. Посмеяться. Ты знаешь, где эти таблетки надо было? Я же в ночном клубе была, помнишь, гулять ходила? А там какой-то паренчак, ну ты мне их дал. Так я с них так смеялась. А потом, когда ты меня на банкете с этой мебелью китайской шуганула, я обиделась страшно, если честно. И думаю, вот цирк будет, если моя сестрица сейчас хохотать не в попад начнется. Да, цирк получился по полной программе. Прости меня. Ты знаешь, это, наверное, потому что я его шампанским развела, а ты вообще-то водой разводят. Отравительница. Ну что, возвращайся ко мне. Ну разве что на недельку. Потом съеду. Куда? Мишка позвал. Ну что, полицейские уехали, Инна Борисовна? Следователь сказал, свяжется с вами. Спасибо, Миша. Да не за что. Я ей все рассказала. А ты еще не передумал? Да нет, Ваня. Ты себе не представляешь, Инночка, как я рада, что продала салон именно тебе. Все-таки я вложила сюда три года своей жизни. Было бы обидно, если бы здесь открыли какой-нибудь продмак шаговой доступности. Не переживай, дорогая. Я тебе уверяю, в надежных руках. Друзья, можно минуточку внимания? Очень хотелось бы поднять бокал за мою сестру Яну. Вот. Ян, правда, ты потрясающий человек, талантливейший стилист. И я уверена, что этот салон, о котором ты так долго мечтала, его ждет большой успех. Правда? Да. Не знаю, что еще сказать. Я очень тебя люблю. И я счастлива, что у меня такая сестра. Спасибо. Спасибо тебе большое за… за понимание, за поддержку. За твое очень доброе сердце. За тебя. Нет, за Яну, за тебя. Ура. Да. Можно украду ее на минуточку, пожалуйста? Пошли. Ну что, я тебя поздравляю с открытием. А я тебя. Слушай, ну главное, чтобы завтра клиенты пошли, а то одним открытием ты сыт не будешь. Слышу нотки перспективного бизнесмена. А как? А, кстати, растем. Сейчас тебе покажу. Смотри, смотри, что у меня есть. Что это? Ты что, учиться пошла этикету? Ну как? Мне деловой вообще не телефон как надо. Иначе все твои инвестиции в трубу вылетят. Да? Да. Чувствую, после поездки я тебя не узнаю. А ты уезжаешь? Да. Куда? В Париж. Да, я долго сомневалась, но все-таки решилась. Меня человек один пригласил. Мужчина? Мужчина? Мужчина, мужчина. Да, мы с ним давно еще на выставке познакомились, а тут недавно случайно встретились. И мне кажется, что между нами что-то есть. Обалдеть. Слушай, ты помнишь, как ты мне сказала, что я свою личную счастье встречу? Помнишь? Я встретила. Теперь твоя очередь, сестренка. Мужчина. 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 «Мужчина». «Мужчина». Продолжение следует...